Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, мы поговорим с вами о канале Ольга Уралочка Live и будем возвращаться снова к видеоролику с прогулки, где вся гоп-компания зиговальщиков была в сборе. И видеоролик был снят перед Новым годом, потому что Уралочку там поздравляли с наступающим. Что, ребят, я хочу сказать. Мне вспоминается сразу видеоролик, значит, после объяснений Уралочки и Сафара, который называется «Обращение к нашим зрителям, подписчикам», там, где они рассказывали, что же такое произошло. И тогда они сбросили всю вину на этого же друга, который с ним находился уже в этом году, считай, Исраила. Они скинули на него всё, якобы он зиговал, и Хайль Гитлер орал именно он. Хотя я много раз пересматривала, и у него губы не шевелились. И поэтому я тоже вот как бы в замешательстве, я не могу понять, кто из них кричал. Иногда мне кажется, что Сафар, иногда что он. В общем, ну тут, знаете, разницы нет. В их квартире это происходило, и получается, что этот друг им так нагадил. Они потерпели такой позор на весь мир, плюс их потаскали, да, за то, что это было выложено в общий доступ. И посмотрело очень много людей. И этот друг, да, который якобы их подставил в том видеоролике, кстати, когда Уралочка поясняет, да, рассказывает, что же случилось, что якобы друг Сафара, ну что он сделал у Сафарика, да, спрашивает якобы, прославил. Ну, Гитлера, Гитлера, Сафарик ржал, ему было смешно, да, что он прославил Гитлера, было смешно. И объясняли, да, людям, извинялись якобы, это извинение, обращение к зрителям, и ему было смешно. Как будто такая, знаете, фу, нелепая ситуация произошла, ничего не случилось, просто какая-то смешинка, какой-то юмор, какой-то прикол, понимаете. Хотя далеко не прикол, и вот, опять же, этот друг у них в гостях, да, в квартире деда-ветерана, да, у Ралочкиного дедушки, жрёт, пьёт, веселится. И, ребят, вообще, знаете, вот им не стыдно, им не стыдно за прошлый год, потому что вот эта ситуация, в принципе-то, и сделала их популярными, это раз. А во-вторых, в том видеоролике прошлогоднем, якобы с раскаянием, не видно раскаяния, там они спасали свой канал, детище своё, деньги, это, считай, деньги, жрачка, машина, вот что они спасали. Им пофигу было, что произошло. До лампочки им зрители, до лампочки им подписчики, им просто надо было выйти в эфир, да, якобы записать объяснение, чтобы извиниться за то, что произошло ради канала. А, только ради канала, ради спасения канала, чтобы люди не отписывались, потому что пошли массовые отписки, и именно тогда они даже закрыли число подписчиков, потому что люди отписывались тысячами. Да, именно тысячами, поэтому и они закрыли всё. И тогда они ещё, помню, сказали, ой, одни отпишутся, другие подпишутся. Ну, или подпишет сам сафарик, правда, или накрутит сам сафарик зрителей. Потому что, имея такое огромное количество подписчиков, и когда заходишь к ним на стрим и видишь, что там нет даже десятой части тех людей, которые на них подписаны, понимаешь, что, естественно, мёртвых душ там полным-полным-полно, если не 50% от всего количества подписчиков. Так вот, ребят, значит, получив вот такую вот серьёзную атаку со стороны зрителей за то, что они вытворили, у них опять те же самые лица в гостях. То бишь, они поддержали правильно, правильно сделал дружок вместе с сафариком. Для них это мелочь, для них это шутка, для них это какая-то нелепость, и ничего они не осознали, ничего не осознали. И дальше веселятся, врут. Врут в том, что показывают видеоролик якобы с прогулкой после Нового года. На самом деле она до Нового года, и всё время палево какое-то. То с машиной палево, то с этой прогулкой палево. И выставляет сама, вот показывает, кто у них в гостях. Просто, понимаете, очень многие люди не в курсе, что это за друг, что это за женщина, жена его, что это за дети. Гости и гости. Ну, какой-то там друг сафара, а может быть, какие-то родственники, а может, какой-то брат. Понимаете, у людей, у некоторых вообще отсутствует логика. И один видеоролик посмотрели, там повозмущались, поорали, что слишком много наготовила. Второй день она показывает, пошив одежды уже падают и аплодируют там, разбивают лбы, да, пол. Далее рассказывает про какую-то собачку, которую она из холодильника в лоточках корм выносит. Там тоже всё потекли сразу только от того, что она сказала, что собачку какую-то будет кормить. И люди живут одним видеороликом. Они не вспоминают тех событий, особенно год назад, что утворила эта парочка. Тех событий не запоминают, как желала смерти, как обзывала людей, как россиян на стриме они обзывали, что год назад было, да. Они не помнят этого. Они живут одним видеороликом. Вышел видеоролик, поорали, поругали, что жрёт много жирного и готовит там что-то неправильно. Другой видеоролик облизали. Платье красивое. Там она смастерила себе красавица. Значит, дальше ещё что-нибудь покажет про собачку или видеоролик с Абдугани, опять оближут. И так вот я и говорю, живут одним видеороликом хомяки. Они ничего не помнят или просто не хотят помнить. Они видят, они восхищаются своей кумиршей и на этом стоп. Больше ничего не хотят. Не слышать, не видеть. И думают, что всё это враньё. В принципе, Уралка и сама зачастую, когда ей раньше напоминали про Новый год, про Зигаванье, то она говорила, слушайте побольше. Якобы это неправда. Ну, как неправда? Это истинная правда. И я периодически поднимаю видеоролик у себя в сообществе. Ссылочка у меня из Дзена, где есть всё то, что произошло на Новый год. Вот периодически я напоминаю не так своим зрителям, как хомякам, которые, знаете, вот залетают всё равно. Нет-нет, да и забегут ко мне на канал и опять про зависть написать мне. Смешно, правда, уже с этой завистью, прям как пластинка заела у них. Но всё равно налёт делают. Делают налёт. Кто-то, кто с оскорблениями, конечно же, летит сразу в бан. Ну, а кто просто напишет про зависть, мне даже прикольно почитать такие комментарии. Вот правда, ребят. Так что ничего они не осознали. Абсолютно ничего. Вины за собой у них нет никакой. Они её не чувствуют. А ещё они глубоко плевали на своих зрителей. Если раньше Уралочка отвечала на комментарии и где-то хоть иногда ставила лайки, то теперь она забила на всех и на всё. И, вы знаете, в одном из роликов, из роликов было замечено только два комментария и лайка. И на этом всё. Посмотрите, сколько комментов там, сколько вопросов, сколько пожеланий, сколько всего ей пишут и ноль эмоций. А зачем? Зачем ей кому-то что-то отвечать? Люди для неё как быдло какое-то, которое должно их смотреть, из которых они имеют деньги, но никак более. В общем, ребятушки, я буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok